Сегодняшнее мероприятие проходит под патронатом Харьковской областной государственной администрации и непосредственно главы области Игоря Райнина. Нацелена на то, чтобы привлечь, во-первых, студенчество и активизировать его благим намерением, таким как сбор средств, поддержку военного ТО. Мы уже проводили ряд мероприятий, которые дают возможность студентам найти друг друга, активным студентам, те, которые помогают, те, которые в нынешнее сложное время привлекают помощь истинных патриотов и волонтеров. И нынешнее мероприятие также предполагает под собой сбор средств, которые будут направлены для помощи филиалу госпиталя военного в Донецке. Госпиталь в Донецке на сегодня функционирует. Мало того, все 60 мест, которые есть в госпитале, все заняты. Поэтому бойцы нуждаются на сегодняшний день в помощи как лекарственных средств, так и средств пребывания, то есть каких-то элементарных гигиенических вещах, которые нужно находить возможность и предоставлять воинам. Эти средства сегодняшние, все средства, будут отправлены в благотворительный фонд «Сестры Милосердия» и распределены по нуждам те, которые сегодня необходимы бойцам. Это постоянно действующий проект организации, он проводится ежегодно. До этого мы собирали средства детям, которые находятся в скрутных умовах. Сегодня у нас страна находится в военном положении, то есть на данный момент мы собираем деньги тем, кто пострадал в зоне антитеррористической операции, всем беженцам, а на сегодняшний день именно это мероприятие направлено на то, чтобы собрать деньги на новый реабилитационный центр, который открывается в Часевьяр Донецкой области. Это представительство Харьковского госпиталя. Студенты очень часто и активно принимают сейчас участие в волонтерской деятельности, собирают деньги, чтобы помогать бойцам, которые сейчас у нас в вооруженных силах воюют непосредственно там в зоне антитеррористической операции. И поэтому они сказали, что мы хотим, но это сделать красиво, собрать деньги и отправить куда-то в какое-то русло. Определились, что это будет реабилитационный центр, потому что это, по сути, бездонное дно, и, естественно, туда надо средств намного больше. Пригласили все руководство Харьковской области, бизнес, общественные организации, откликнулись все. Ну, сегодня посмотрим, сколько соберем. Меня зовут Ирина Чиговец, я голова фонду, благодейного фонда «Сестра Милосердзя» и голова волонтерской спилки «Сестра Милосердзя АТО». Мы занимаемся допомогою пораненим бойцам и допомогою воинам. Вот выникла в губернатора такая идея провести такий бал, и мы, конечно, поддержали, они вернулись до нас, потому что самым пораненим сейчас необходима помощь. И мы все деньги, которые мы собираем сегодня, все эти деньги пьются на новый филиал Харьковского шпиталя, который находится в Донецке области, в месте Часів Яр. Два понедельника потом мы открыли эту лекарню за допомогою нашей волонтерской организации и лекарей Харьковского шпиталя, которые сейчас находятся там, на передовине, в этой лекарне. И, как можно, мы помогаем и очень надеемся, что сегодняшнее таке гарное свято, бал, так много студентов, все доволені, все очень смеются. Нам бы очень хотелось, чтобы наши хлопцы там на передовине так же посмехалися, чтобы им было легче в той лекарне. И именно поэтому мы будем туда передавать все деньги. И мы надеемся, что все скоро закончится, закінчится война и все будет хорошо, и мы уже с нашими хлопцами сможем голосовать такий самый бал. Добрый вечер, шановные гости! Добрый вечер, шановные участники! Мы рады приветствовать вас на открытии нового сезона проекта «Благодейный бал Масхарад за мир!» Проекту, аналогов которого нет в Украине. Сегодняшние мероприятия проходят при поддержке Харьковской областной государственной администрации и непосредственно главы области Игоря Райнина. По сложившимся обстоятельствам, Игорь Львович не смог присутствовать на сегодняшнем балу, но поручил мне это ответственное дело. Поэтому разрешите мне от губернатора Харьковской области зачитать приветственное слово. В третий раз распахивает свои двери благотворительный бал Масхарад за мир. Его проведение стало новой традицией Харьковского студенчества. Это не только хороший пример того, как в наши непростые времена помочь обществу сохранить идеи мира, не зачерстветь сердцем. Прежде всего, это напоминание о том, что поддержка пострадавших от боевых действий, помощь воинам, патриотам, которым мы обязаны мирным небом над Харьковской землей, наш каждодневный святой долг. Все средства, которые пожертвуют гостей, будут направлены на обустройство нового подразделения Харьковского военного госпиталя. Это подразделение расположено в Донецкой области и принимает украинских воинов с передовой. Убежден, Харьковская область подтвердит глубокие традиции благотворительности, которые всегда отличали наш регион. Мы все прекрасно понимаем, как важно в сложные времена объединиться. И нынешние события показали, что вместе мы сила. Студенчество – это та опора, которая завтра будет боронить наш тыл. Студенчество – это тот фундамент, на котором будут строиться постулаты нового государства. Сегодня студенчество проявляет солидарность. Все они молоды, все они красивы, все они энергичны. С самым лучшим опытом подготовки фармацевтических кадров и лидер фармацевтической области Украины. И реализация международных и государственных программ. Национальный университет местного господарства. Харьковский национальный университет имени Василия Назаровича Таразина. Ваши оплески участникам сегодняшнего баллу маскараду. Кожен з яких робить свой особистий вклад. Продолжение следует... Мы напоминаем, что деньги пойдут на благодейные цели на допомогу нашим бойцам в зоне АТО. Пожалуйста, друзья, 600 грн. 600 грн. раз. 600 грн. два. Давайте поаплодируем этому молодежу этой прекрасной игрушки. Мы приветствуем вас. Пожалуйста, подъездите к нашим организаторам. Достанем оберегом миру и спокойствую в вашей доме. 500 грн. ЖИЕ предназначено 500 грн. за всех поруками. Цю чудовую ляльку. Заразно плодует цели. Ну, мы решили просто, что это очень хорошая идея и надо помогать тем, кто нас защищает. С партнерами станцевали сразу, чтобы было очень приятно и трудностей не возникало. Мы студентки университета городского хозяйства имени Бекетова. Я с третьего курса. А я с четвертого. Ваши опыльские участники Балу Маскараду.